Здравствуйте! Если вы сейчас слышите все, что я говорю, это значит только одно, что вы со мной на одном и том же канале, где прямо сейчас вы услышите очень много интересной, а главное полезной информации для вас и для вашего здоровья. Это особый случай, когда народная медицина спасла пожилую женщину, страдавшую от невыносимой боли в суставах и уже не надеявшись на излечение. Врачи выписывали ей массу рецептов на противовоспалительные лекарства, но облегчение всегда было только временным. Диагноз был уже известен, но женщина решила не сдаваться и делать все возможное, чтобы найти подходящее лечение. К счастью, женщина обнаружила прекрасное лекарство от артрита, которое не только снимало симптомы, но и лечило само заболевание. По ее словам, этот препарат именно то, что нужно, чтобы облегчить ужасную боль в суставах. Итак, лекарства от боли в суставах. Ингредиенты. 1 средний баклажан, 1 литр воды, 50 мл оливкового масла. Приготовление. 1. Вымой баклажан, нарежь его кружками. 2. Положи нарезанные баклажаны в кастрюлю с кипящей водой. 3. Оставь до тех пор, пока вода не остынет. 4. 750 мл остывшей жидкости отправь в холодильник, а 250 мл оставь для наружного применения. 5. Смешай 250 мл оставшейся жидкости с оливковым маслом. Полученную смесь нужно хранить в холодильнике. Принимать внутрь средства нужно 3 раза в день. По 250 мл утром, натощак, в обед и вечером. Наружно средство применяется перед сном. Просто втирай жидкость в пораженные зоны и накладывай на них чистую ткань. После 20 дней использования должна восстановиться подвижность. Боль и воспаление исчезнут полностью. Теперь ты знаешь, чем лечить боль в суставах. Народные средства не являются панацеей, но они могут значительно улучшить твое самочувствие и убрать болевые ощущения. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки. И помните, что если у вас действительно есть проблемы со здоровьем, сначала нужно обратиться к лечащему врачу, к специалисту. Не болейте. Услышимся. Всего вам самого наилучшего.